Глава 47. Последствия Шарингана. Короткая волна боли привела меня в чувства. Открыв глаза, я увидел вокруг лишь тьму. Моргнув пару раз, почувствовал, как глаза встречают преграду на своем пути. Я с ужасом приподнялся. «Черт, неужели я все-таки ослеп?» – сорвалось моих уст. К моему удивлению на этот вопрос последовал незамедлительный ответ. «Повязку сними, дурак!» Какой-то уж больно знакомый голос оскорбляет меня, не успея прийти в сознание. Однако я послушался и, нащупав злополучную ткань, аккуратно снял ее. Ослепительный свет утреннего солнца ударил мне в глаза. Из них в ту же секунду пошел небольшой поток слез, который я поспешно вытер рукой. Размытая сначала картинка стала четче, давая мне информацию о месте пребывания. Я находился в небольшой палате. Мягко-удобная кровать, небольшой мувальник и ширма. Рядом с окном стоял столик, на котором лежали разнообразные фрукты. На подоконнике сидел какаши. Однако его нога была спущена вниз. Другая слегка опиралась в стенку. В руках его находилась пестрая маленькая книжечка, которую мой друг с интересом читал. «Хм, и чего это ты здесь забыл?» – спросил я, несказанно радуясь своему товарищу. «Ммм, да так, вот фруктов принес. Вдобавок с тобой куда приятнее общаться, когда ты молчишь. Мне очень понравилась такая беседа». «Ой, да иди ты к черту!» – отмахнулся я рукой, плюхнувшись назад на подушку. Мое тело еще слегка поднывало, а в глазах чувствовалось легкое напряжение. Какаши выдохнул, закрыл книгу и слез с подоконника, после чего уселся на стул рядом с моей кроватью. Он пристально глянул на меня, хоть и старался избегать зрительного контакта. «Как ты?» – наконец проговорил он тихо с нотой переживания. «Ну, если не учитывать, что я вырубился в самый разгар боя, оставив вас всех, то нормально. Ты сделал и без того много». Я недовольно посмотрел на него, правда через секунду выдохнул и решился спросить. «Мы победили?» «Да. Расскажи мне все. Ты все еще в себя приходишь. Это может подож...» «Да какаши, пожалуйста!» – перебил я друга. Он наконец посмотрел мне прямо в глаза. Несколько секунд мы молча сидели переглядываясь. В конце концов, какаши сложил руки на подбородке, упираясь локтями в колени и начал говорить. «Хорошо. Когда тебя унес Минато-сенсей, я остался с бойцами. Преимущество, хоть и было на нашу». «Наши стороне, но в любой момент могло исчезнуть. Пылу сражений меня отыскал Фугако Учиха, весь забрызганный кровью врага. Он казался мне безумным, жаждущим битвы. Он сказал, что ты сделал все, чтобы мы победили. И терять такого шанса нельзя. Тогда я и Фугако-сан возглавили наступление. Под прикрытием мощных техник огня, в которые Учихи, как мне кажется, уложили всю свою ярость, я и основные силы двинулись в наступление. Оборона врага даже при его численном превосходстве начала рушиться. Мы били в спину отступающим, будто бы забыв о всякой чести. Столько погибших товарищей, усталость и общая атмосфера. Все это превратило нас в готовых, даже насмерть, машин для убийств. Я никогда не видел такой синергии между отрядами. Враг планировал занять укрепление на горах, наподобие тех, что мы с тобой уничтожили. Когда ты возвращался с миссии, однако его уже заняла группа лазутчиков, которых послал Минато-сенсей. Более того, он дал им свой кунай, поэтому ловко переместившись туда, взял командование теми людьми на себя. При виде желтой молнии Канохи у себя в тылу противники, начали сдаваться один за другим. Но многие из нас не оценили их податливости. Мясорубка продолжалась, даже когда неприятель сдался. Яростнее всех это делали Учихи. Думаю, они мстили за тебя. Минато вклинился между нами всеми и призвал бойцов к порядку. Глаз рассудка вновь засвучал у нас в голове. Я принял капитуляцию обороняющихся, а дальше все развивалось стремительно. Мы быстро заняли небольшие опорные пункты, проходя глубоко вглубь страны молнии. Группы восток и запад вскоре объединились с нами. Минато-сенсей, следуя плану, остановил наступление в указанном квадрате. Всем нужна была передышка, а огромный поток раненых требовал транспортировки в госпиталь. Он поручил мне сопровождать тебя, Эринда Канохи. То есть учитель там сейчас один? Это же опасно! Я верю в его силы, но и Райкаги далеко не слабый. Да, более того, в их деревне еще есть джинчурики. Что смог починить своей воле Хвостатого? Так говорят. Но, видимо, союзники сделали свое дело. Теперь Райкаги волей-неволей придет согласиться принять условия мирного договора. Этот человек хоть и импульсивен, но, насколько мне известно, дорожит своими жителями и бойцами. Звучит, как какой-то шантаж, буркнул я. Так оно и есть. Военный потенциал Канохи сейчас необычайно слаб. После этой операции у нас нет ни сил, ни ресурсов, чтобы продолжать удерживать вражеские территории. Остается одно. Дипломатия. Звучишь, как настоящий командир. Хм. Если бы это было так, то всего произошедшего не случилось бы. Прошипел Какаша, сжимая кулаки. О чем ты? Какаша, не бери на себя всю вину. Всего предусмотреть нельзя, особенно на войне. Можно, если думать трезвой и холодной головой, а не поддаваться эмоциям, как это часто происходит. Ах, опять эта песня. Тебе к мрачному девственнику добавят еще и старый пердун? Какаша, мрачный, старопердунный девственник Хатаки? Выпалил я, пытаясь хоть немного разрядить обстановку. Да как ты не понимаешь, громко проговорил мой друг, вставая со стула, после чего протер лоб и подошел к подоконнику. Моя непредусмотрительность чуть не привела к твоей гибели. Да разве такие фокусы от врага можно предусмотреть? Возмутился я, приподнимаясь на кровать, но, почувствовав боль в мышцах, остановился. Нет ничего невозможного, если ты анализируешь. Я сам тебя этому учил. Я вздохнул, затем собрался силами и аккуратно встал с кровати. В итоге совсем чуть-чуть ныло, но я быстро привык и, подойдя к другу, положил руку на его плечо, тихо и спокойно проговорив. Просто скажи, что у тебя на душе. Давай обойдемся без этого выпендрежа и взаимных подколов. Знаю, ты уже привык, что я часа дурачусь, но, какаши, послушай, ты мой лучший друг и мне важно знать, что тебя гнетет. Он немного помолчал, всматриваясь на виды из окна, затем несколько раз тихо кивнул. Твоя взяла? Я чувствую вину перед тобой. Передо мной? За что? За твою слабость. Слушай, это мы уже проходили. Я не закончил. Когда ты использовал силу своих глаз, вся твоя чакра истощилась, а глаза пришли в негодность. Откуда ты? Рин сказала. Предательница. Фыркнул я на дву в щеки. И к тому же я знал это давно. Хоть я и не изучиха, но узнавая тебя, также искал информацию об этой силе. Мангёку Шаринган. Мощная и опасная додзюцу, которая в конечном счете может лишить обладателя его зрения. И это ты никогда не упоминал. Последние его слова звучали с нотой проницания. Я опустил голову, мое лицо стало слегка озлобленным. И даже это не так важно. Естественно, что ты скрываешь такие вещи, учитывая твою тягу к геройствовать. Дело в том, что я сам оказался слаб. Какаши? Это уже перебор с самокритикой? Ничуть. Лишь оценка своих действий. Я уже тебе говорил. Пока ты был на задании в стране молнии, я много тренировался. Минато Сенсей помогал мне оттачивать Чидори. День за днем я пытался совершить эту технику. Не жалел ни сил, ни времени. И каждый раз мне казалось, что чего-то не хватает. Поэтому в один момент я ошибочно и самонадеянно решил, что изъянов уже нет. И это стало моей главной ошибкой. Там, на поле битвы, тот шиноби скрытого облака доказал мне это. Он с легкостью вернулся и едва не лишил меня жизни. И вновь ты меня спас. После своих слов Какаши сжал кулак и облокотился на подоконник. Ты снова оказался сильнее меня, изнеможенный. Почти ослепший ты нашел в себе силы. И, не задумываясь, бросился на него. Какаши, твоя техника сильна. Тихо промолвил я, кладя руку на его плечо. Не каждый в таком возрасте способен придумать столь уникальное анинзюцу. Но каждая техника требует года оттачивания. Это тебе скажет именато Сенсей. Он ведь сам придумал новую технику. Это так. Я тоже над этим думал и пришел к выводу, что учитель прав. Мне не хватает одной детали, а оценки между скоростью и точностью. По сути, мне не хватает. Какаши посмотрел на меня и осекся. Его черные глаза смотрели прямо в мои. Я сразу же понял, о чем он. Шарингана? Да, прости, я ничего такого не имел в виду. Ответил он тише, слегка покачав головой. Почему ты так решил? Не могу это точно объяснить. Иногда мне снятся кошмары. После той операции на мосту Каннаби. Когда ты и Рин едва не погибли, с тех пор мне снится один и тот же кошмар. В моем левом глазу Шаринган, который я использую, чтобы уничтожать врагов с помощью Чидори. Внутри меня бурлила ярость, будто бы там я. Вовсе не я. Словно какая-то тьма окутала все мое нутро. А потом... Что? Какаши, скажи мне! Проговорил я чуть громче, взяв другу за плечи и повернув к себе. Он отвернул голову, но продолжил. А потом... Погибает Рин. От моей руки этой техники. В этот момент я вскакиваю с кровати. Меня прошибает холодный пот, а руки трясутся. Мне мерещится, будто бы они в крови. Ее крови. А после меня отпускает. Будто бы ничего и не было. Он замолчал. На лице какаши была неописуемая грусть. Почему он видит эти сны? Ведь я изменил реальность и разрушил связь со своей нитей судьбы. Но почему что он, что Рин теперь страдает? Видя эти ужасные картины уже не существующего мира? Ладно. Я человек, заслуживший видеть свои грехи. Но за что мои самые близкие люди? Чертова сущность, будь ты проклята. Оби-то. Тихо начал мой товарищ. Да? Думаешь, так бы и было? Пойди все иначе. Я стал бы убийцей друзей? Человеком, который использует этот глаз не для защиты дорогих мне людей, а для того, чтобы убивать и приносить боль и разрушение? Не смей такого говорить. Процедил я, сжав зубы. Какаши пристально взглянул на меня. Ты никогда не стал бы таким, как Аши Хатаки, которого я знаю, всегда был и будет честным и справедливым. Ты ни за что бы не использовал шаринган для личной выгоды. Вот как. И даже сейчас тебе никогда не нужны были никакие способности, чтобы оставаться лучшим. Ты всегда доказывал это упорным трудом и тренировками. Всю нашу жизнь, что мы соперничали, я видел, сколько усилий ты прилагал, чтобы стать тем, кем являешься сейчас. И какой бы сильной ни была боль внутри тебя, всегда будут силы двигаться вперед и защищать то, что дорого твоему сердцу. Поэтому не смей себя принижать. Не этого хотел господин Сакума. С моих уст вырвалось это имя. Глаза Какаши на секунду блеснули, но он тут же подавил в себе этот огонек. Прости, Какаши, я не хотел. Правда, промямлил я, потирая затылок. Нет, не извиняйся. Именно это я и хотел услышать. И мог получить такое только от человека, которому мой отец доверял, как и себе. Он и правда же не желал для меня пути одиночества, боли жестокости. Думаю, будь он жив, то обязательно прочитал бы лекцию о важности дружбы, любви и сострадания. Глупо смеясь, пока я выражал бы претензии. И хоть сейчас его нет, но ты очень похож на него в этом плане. Наверное, мне становится немного легче, когда я слышу такое от тебя. Я понимающе кивнул. Мы оба посмотрели в окно. Небольшие хлопья снега, окружаясь в причудливом танце, собирались в небольшие группки, после чего падали на земь. Что-то в этом есть, задумчиво пробормотал мой друг. Ты про снег? Да, снежинки. Поодиночке они растают, как только достигнут земли. Но, соединяясь в такие комочки, ложатся на землю ровным пластом. А они не дают друг другу растаять, а теряя одного из своих, продолжают держаться вместе до самого конца. Ха, очень по-философски. Добродушно усмехнулся я, хлопая какаши по плечу. Это ты из своих романчиков начитался, а? Я взглянул в его глаза, пытаясь слегка подколоть друга, который в такие редкие минуты открывал в себе эту новую и интересную сторону. Какаши закатил глаза, всем видом намекая, что сейчас он на меня смотрит, как на мусор. Это были бы слова отца, так я думаю. Он любил такие странные, немного непонятные сравнения. Раньше для меня снег был снегом, не больше и не меньше, но, видимо, сказывается его воспитание. А по мне хорошее воспитание. Я бы тоже хотел узнать, что думал бы мой отец. Обо всем в мире. С грустной улыбкой сказал я, вспоминая фотографию мамы и папы. Вот и узнал, спокойно заключил какаши. А? Хоть и не родной, но он тоже твой отец. Он сам признал тебя. Поэтому, думаю, это его мысли для нас обоих. Я улыбнулся. В этот момент глаза защипало от короткой вспышки легкой боли. Несколько слезинок покатились по щекам. Боже, какой ты плакса, обе-то. Кошмар. Не вздумай при людях такое сделать. Засмеют ведь. Знаменитый призрачный клинок листа их нычет. Не называй меня так, дурак какаши. Мои глаза так сами по себе сейчас делают. Я ни при чем. Ты и сам это знаешь. Возмутился я, чувствуя сильное смущение. Да, да, да. Оправдание в стиле тупобита. Оригинальность не твой конек. Засранец. После этого я подскочил с кровати и кинул в него подушку, которая прилетела другу в лицо. Ах, ты пожалеешь, что сделал это, учиха. Ну давай, покажи, чему ты там научился. Немного подурачившись, мы усялись за стол. Какаши хоть расслабился немного, но его все еще что-то волновало. Ты другие выражения лица, кроме унылого, имеешь? Видя тебя, просто настроение теряется. А, ну да, ну да. Ты еще что-то хотел сказать? Хм, надоело тебя уговаривать. Если не ответишь, используя шаринган и вытяну информацию через гензюцу. Потом, не жалуйся. Вот ведь прицепился. Мой друг достал из кармана бумагу и положил на стол. Мм, что это? Мое прошение о переводе в Анбу. А, ну понятно. А, чего? Анбу? Да. Но зачем тебе это нужно? Потому что я должен стать сильнее. И для этого нужно вступить в Анбу? Именно. Сейчас война подходит к концу. Многие Шиноби Ранга Чунина и Джунина будут отправлены на миротворческие миссии. Или стоять на постах, расположенных вдоль границы. Я не могу терять время, особенно сейчас. Анбу продолжают выполнять самые опасные и сложные операции. Там мое место. Я это чувствую. Какаша? Серьезно проговорил я. Анбу, это те, кто действует в тени деревни. Их души порой полны мрака и тьмы. Даже если так, во мне все это есть, как бы не убеждал ты меня, мы оба это понимаем. Поэтому я должен научиться контролировать тьму внутри себя, чтобы в решающий момент не поддаться ей. Тогда и только тогда я смогу защитить тебя, Рин, учителя и всех в деревне. Я, я все равно против. Ха, еще бы. Но я, пожалуй, ставлю тебя тут на светлой стороне, чтобы потом из той тьмы найти дорогу назад. Светлой стороне? Задумчиво повторил я. И что же для тебя светлая сторона? Ты ведь, как и многие учиха, пойдешь в военную полицию Канохи, верно? И я как-то еще не думал об этом, если честно. Я почти не участвовал в жизни клана. Не знаю, примут ли меня. Учитывая тот факт, что ты спас главу клана и его сына, твои шансы возрастают. А ты-то откуда знаешь? Фугаку-сан лично говорил с Минато-сэнсэем. Он высокого мнения о тебе. Даже как-то неудобно. Неловко засмеялся я такой похвалой. Правда, как только глава военной полиции Канохи узнает, что ты опаздываешь и постоянно косячишь, он точно тебя с позором выгонит. Заключил какаши, сложив руки на груди. Вот не умеешь ты нормально похвалить. Это чтобы ты не возгордился, так сказать. Фаааа. Ладно, ладно, не читай нотации, отмахнулся я, а после продолжил. Значит, все-таки Анбу, ты твердо решила мне тебя не переубедить? Да. Что ж, ответил я, вставая и подтягиваясь. Решено. Я буду защищать деревню, как член военной полиции, а ты, как представитель Анбу. Вместе мы точно принесем спокойствие и надежную защиту деревни. Какаши слегка улыбнулся и покачал головой. Твой оптимизм заразителен? Хорошо, на такое я могу согласиться. Если ты будешь защищать Каноху тут, то мне будет спокойнее. С этими словами Какаши встал и протянул мне руку. Я крепко ее пожал. В этот момент мы услышали шаги и голоса в коридоре. Эм, мне пора, быстро сказал мой друг, забираясь на подоконник. Ааа, эй, выход, вот там вообще-то? Опешил я, указывая пальцем на дверь. Меня тут быть не должно, тебе верили дать покой. Если Рин узнает, то нам обоим точно влетит. Тогда вали быстрее, че застыл? Воскликнул я, боясь увидеть Рин в гневе. Фу, трусишка, пошел вон! Какаши открыл окно и вылез на крышу. На прощание он махнул рукой и сказал. Моя форма явно будет круче твоей. Это мы еще посмотрим. Ответил я, вытягивая кулак в его сторону. После этого он стал быстро удаляться, оставив меня одного. Я не уверена, пришел ли Обита в себя. Пусть его состояние быстро стабилизировалось, но для визитов еще рановато. Прозвучал голос Рин за дверью. Уверяю вас, мы ненадолго. Вежливо ответил мужской голос, кажется принадлежащий Фугаку Сану. Хорошо, только если он не спит, сдалась Рин. Я не успел нырнуть в кровать. Когда все зашли, то увидели меня, неловко застывшего рядом с подоконником, с которого вышел какаши. Рин наступилась. Ее бровки сдвинулись, а щеки слегка надулись. Думаю, если бы мы были одни, она обязательно треснула меня бы чем-то тяжелым. Но помимо нее, в палату зашли еще несколько человек. Фугаку Сан, Итачи, Шусуи и медсестра. Рин прикрыла глаза, сдержанно выдохнула и проговорила. И что же это пациент делает вне своей койки? В ее голосе прозвучала нотка ехидства, а на лице появилась привычная улыбка. Что-то мне не по себе. Теперь боюсь, если мы останемся наедине, мне прочитают лекцию о безалаберном отношении к здоровью. Рин, я просто решил открыть окно. Что-то захотелось свежего воздуха глотнуть. Неловко засмеялся я, запинаясь чуть ли не через слово. Вот как? Певучи протянула она. А уж не сбежать ли вы решили, дорогой пациент? Нет, нет, точно нет! Воскликнул я, махая руками. Тогда, ну-ка, ложитесь в кровать! Скомандовала Рин, шлепнув ладошкой по планшету, которая держала в другой руке. Я быстро прыгнул под одеяло. Лицо ее тут же сменилось. И она тихонько захихикала. Ее веселье поддержали Шесу и медсестра, которые совсем не скрывали свое удовольствие. Наблюдая за нашим воркованием, мое лицо залилось краской от такого стыда. Вот всегда она так делает. Рин подошла и села на край койки, внимательно посмотрев в мои глаза. «Как ты себя чувствуешь? Вижу, уже снял повязку. Глаза все видят? Боли нет?» С ноткой обеспокоенности спрашивала Рин. «Все отлично, не переживайте. В конце концов, меня лечил самый замечательный Ирин в конохе!» Оптимистично заявил я, улыбаясь своей девушке. Рин слегка закатила глаза и покрутила головой. «Комплименты не спасут тебя от профилактической беседы, обита!» «Да!» – ответил я, словно ребенок, которого отругали. «К тому же, тебя пришли навестить!» – сказала она, указывая на моих соклановцев. Увидев Рин, я совершенно позабыл о присутствующих. Мне стало жутко неудобно, поэтому я вежливо склонил голову. «Прошу прощения, Фугаку-сан! Итачи! Шисуи!» «Ничего страшного, обита! Мы рады, что ты в порядке!» – сказал Фугаку-сан. Уголки его губ слегка поднялись в улыбке. «Да, обита, сэмпай! Мы хотели убедиться, что с вами все хорошо!» – продолжил за головой Шисуи, который выглядел довольно радостным. Маленький Итачи лишь несколько раз кивнул головой. Он выглядел слегка смущенным и обеспокоенным. Кажется, ему не совсем удобно среди взрослых. Быстрее всех это поняла Рин. Она достала из кармашка своего белоснежного халата шоколадку в красивой перстой обертке, после чего присела на корточке напротив Итачи и тепло сказала. «Итачи, да, ты любишь сладкое?» Маленький член клана пару раз удивленно моргнул глазами. На его лице читалось удивление. Он видел Рин, который смотрел на него с теплотой и заботой, протягивая шоколадку. Она очень любила детей и иногда приходила в академию, чтобы помочь учителям или сотрудникам медпункта. К слову, и ребятишки были от нее в восторге. Пару раз я провожал ее и видел, как шумная Рава несется, обнимая со всех сторон свою любимицу. Черт, мне кажется, что ревность к детишкам это ненормально. Или нет? Итачи колебался. Он с подлобья взглянул на отца. Тот краем глаза глянул на сына. По его лицу совершенно невозможно было понять, что же он думает на этот счет. Но Рин, стрельнувшая своим мягкой улыбкой в голову клана, кажется, растопило ненадолго его сердце и строгий нрав. Прикрыв глаза, Фуокус Сан несколько раз кивнул головой. На лице мальчика проступила едва заметная улыбка от такой эмоции его отца. Он протянул свои миниатюрные ручки. Рин взялась за них, положила в ладошку шоколадку и погладила Итачи по голове. «Большое спасибо вам, госпожа Нахара», – поблагодарил Итачи, низко склонив голову. Рина пешила от такого обращения. Сильно ушанно взрослела ее. Я же прижал одеяло к рту и несколько раз тихо посмеялся в него. Она повернулась и посмотрела на меня, прищурившись. «Неосознанно мальчик прибавил моей девушке несколько лет своим обращением, просто стараясь быть вежливым». Однако Рин быстро пришла в себя и дала вторую шоколадку Шесуе. Тот без озрения совести принял ее, весело говоря. «Спасибо, Рин-сэмпай, вы даже запомнили, какие я люблю!» Шесуе откусил кусочек, глядя на меня. «Он ведь определенно дразнит. Теперь мне захотелось шоколадку. Но после моих смешков мне точно достанется лишь укол в мягкое место». В этот момент в палату влетел один из ирианинов. «Рин-сан, у нас тут еще раненые. Нам нужна ваша помощь. Несколько из них в тяжелом состоянии». Рин тут же сменил улыбку на серьезное выражение лица. Она поправила свои каштановые волосы, убирая их под медицинскую шапочку. Затем обратилась к медсестре. «Поставьте в этой палате еще несколько коек. Подготовьте смотровую и всех свободных ирианинов. Подключите к осмотру новоприбывших. Не забудьте о койках в реанимации. Ступайте. Слушаюсь, Рин-сан». Медсестра быстро записала. Все на листке удалилось. Рин же подошла ко мне и виновата улыбнулась. «Прости, Обита, что не могу побыть тут еще. Сейчас очень многим нужна помощь». «Да, именно в такие минуты у них есть свой герой. Это ты. Не волнуйся за меня. Я чувствую себя замечательно. Особо не перегружай себя. Я загляну, как только освобожусь». «Буду ждать», — ответил я и хотел взять ее за руку. Но не решился сделать это при главе клана и его сыне. Рин вежливо поклонилась моим гостям и поспешно удалилась. Ашисуй бросил многозначительный взгляд из-за спины Фуга Кусана. «Он что, пришел поиздеваться?» «Обита, я бы хотел с тобой поговорить о нескольких вещах», — начал глава клана серьезным и холодным голосом. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok